Ари Кришна! Доброе утро, дорогие преданные! Слава Шиле Прабхупаде! Сегодня я немного по-другому начну. Хочу поделиться с вами тем, что я получил сегодня. И особенно, учитывая многие факторы, учитывая то, что сейчас декабрь, и многие преданные, по крайней мере, прикладывают какие-то усилия в разных частях мира, чтобы увеличить распространение книг Шиле Прабхупады. Особенно принимая во внимание обстоятельства. В этом году многие считают, что это самый большой вызов для нашей проповеди, особенно для распространения книг и для многих других форм проповеди, потому что обстоятельства, и мне не нужно погружаться в подробности, чтобы объяснить их, несомненно, вы уже знаете, о чем я говорю. Но, тем не менее, я хочу поделиться с вами видео. Это несколько роликов одного преданного из Киева, который распространяет книги, но многие преданные распространяют книги в Украине. Я пару дней назад получил отчет. Я помню, как два года назад, по-моему, я был там, как раз в начале марафона, преданные спросили меня, мог бы я выступить на воскресной программе, которую посещали много преданных. И в то время у нас также был ретрит наставников. И я говорил по одному видео. Это видео Байшишки Прабу, оно было примерно на такую тему, «Чем больше ты отдаешь, тем больше ты растешь». По-моему, так называлось это видео. И в этом видео он вдохновлял преданных на распространение книг в декабре. И я получил очень ошеломляющий отклик, который я не ожидал, когда я прочитал лекцию на воскресной программе. И преданные все подготовили, чтобы члены общины приобретали книги, чтобы распространять их на марафоне. И за один час преданные распространили 7900 книг за один час. И 2600 книг из них были книги Маха Биг. И много других книг, но всего было 7900 книг. Я подумал, это достаточно внушительно. И эти преданные покупали книги, и они лично выходили на улицы или распространяли среди своих коллег на работе эти книги. И это было за час. Они приобрели все эти книги. Итак, я получил отчет несколько дней назад о том, что в воскресенье была подобная программа, но на Украине преданные стараются соблюдать местные законы, и закон предписывает, что не больше 20 человек могут собираться в одном месте. И поэтому они организовали воскресную программу в Киеве, так что они разбили ее на 11 сессий по 60 минут каждая, и 20 людей регистрируются на каждую сессию. И эти сессии в промежутке времени по одному часу начинаются рано утром. И один преданный читает лекцию для 20 человек, потом эти преданные уходят, и приходят следующие, 20, и другой лектор. Иногда один лектор может больше, чем одну лекцию прочитать. И так они проводят 11 сессий, начиная, по-моему, с 9 утра. И это продолжается до 8 часов вечера. И также у них идет 3 сессии в других местах здания. И заранее было сделано объявление о том, что начинается марафон, и преданных просили прийти и приобрести книги для распространения в декабре. И я подумал, что 7900 книг — это было хорошее число два года назад. Но сейчас побили, это число побили, этот рекорд, и на прошлое воскресенье было продано 9000 книг. Это было просто за одно воскресенье. И также местных преданных вдохновляли заказывать книги онлайн. Заказывают книги онлайн, и преданных с храма отправляли книги для прихожан по почте. У меня есть фотографии, надеюсь, я смогу поделиться ими. Вот книги на почте в понедельник утром. Я надеюсь, вам видно. Это книги, которые привезли на почту, их упаковали и отправили по почте в этот же день, чтобы преданные распространяли их. Итак, это то, чем я хотел поделиться с вами. Но также, как я сказал, я хотел бы поделиться коротким видео. Это 15-минутное видео, и оно состоит из шести коротких видеороликов. Когда я их увидел, я был очень воодушевлен. Это вселило в меня надежду, что на то, что несмотря на пандемию, несмотря на вызовы, связанные с пандемией, есть способы, с помощью которых преданные могут воспользоваться, могут преодолеть эти вызовы и что-то делать, проповедовать. И отчет, который я получил, в нем говорится, что на Украине, несмотря на сложившуюся ситуацию, есть места, где храмы закрыты из-за распространения ковида, и храмы на карантине, никому не разрешается приходить в храм, и большинство программ проходит онлайн. Тем не менее, похоже, что преданные мобилизуются, чтобы распространять книги в этом месяце, я подумал, что я хочу поделиться энтузиазмом, который есть у этих преданных. Это не мой энтузиазм, тут нет какого-то моего энтузиазма, за исключением того, что я наслаждался этим. Я хочу поделиться энтузиазмом этих преданных и показать вам немного о усилиях одного из многих распространителей книг, которые выходят и распространяют книги законно, в соответствии с законом. Это разрешено. Сейчас я постараюсь включить, показать вам. Как я уже сказал, это видео будет около 15 минут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, молодой человек. Ты же студент? Нет. Ты же закончили? Да. Судя, просто как студент, вы видите, позитивные. Сидёте людей спрашиваем. Как и дольше. Чего не хватает, видимо? С спешат бегут куда-то, суета такая умеря. Чего же не хватает? Да, чего не хватает? Задумывался или нет? Задумывался и скажу, что вечность чего-то не хватает. Сто процентов. Натура такая. И вот в этом идея. И вот за вот эту вот натуру людей постоянно цепляют и разводят постоянно. Да. Я по самоакадемии читаю лекции по саморазвитию, самосознанию. И вот хотим, чтобы люди немного думали, немного думали, а зачем? То есть ты зарабатываешь кучу денег, зачем? Ты создаёшь семьи, заводишь детей, зачем? То есть у человека должно быть понимание. Конечно. Высшее. Осознанность. Супер. Это очень правильное слово. Только человек может быть осознанным. Животное, оно живёт на инстинктах, на рефлексах. И, к сожалению, большинство людей не отличаются от животных. Супер. Я вот как раз ищу таких людей, которые используют свой интеллект. Я сам в академии читаю лекции. И вот мы сегодня показываем книги, которые помогают правильно использовать интеллект. Читаешь иногда книги? Да, но не совсем, наверное, связанно с интеллектом. Да. Это вот называется книги, называется «Веды». Вот возьми, посмотри. «Веды» переводится как «Знание». То есть этим «Знанием» около пяти тысяч лет. Тут описывается потребность души, тут описывается духовное знание, мантры, медитации, чтобы люди немного думали о высших вещах и правильно свою жизнь проживали. И вот мы эти книги мы их распространяем просто за пожертвования. То есть я сам в храме живу, эти вещи изучаю. И вот у меня такая миссия, вот если я хочу, чтобы у этих книг были люди дома, и мы просто собираем пожертвования, чтобы их печатать и сдавать. А, к сожалению, нет денег. Нету налички, в смысле? Налички нет. Можешь на карточку перекинуть? Просто... По улице не будет скинуть. Да, да, давайте на карточку просто перекините, я вам продиктую номер. Все? Супер. Хорошего дня. Да, жив, читай, развивайся. Эти книги, они помогут, на самом деле, очень интересные вещи узнать о душе, то есть научные знания получить. Это интересно. Да, и эти знания ты сможешь применить в любой духовной традиции. То есть эти веды, они не подразумевают, то есть оно подразумевает как бы путь и самопонимание то есть вот этих вещей. То есть наука о Господе, наука о душе, их связь. То есть это можно применять как бы везде, то есть эти вещи. В этой области как раз развиваешься. Замечательно. Поэтому спасибо. Да, удачи тебе на роддуховом пути. Спасибо. Здравствуйте. Ты же спортсмен, да? Да. Это спортсмен? Да. Супер. А чем занимаешься? Дзюдо. Дзюдо. Ого, ничего себе. И где самый главный враг находится? Задумался? Нет. Ну обычно спортсмены говорят, такие бойцы говорят, что внутри нас. То есть если ты победишь врага внутри себя, да, то есть вот эта ложная эля, какие-то прекрасные, то ты сможешь вырасти по-настоящему. Я просто на академии читаю лекции по саморазвитию самосознания. Да, спрашиваем людей. Вот высшая цель какая у тебя? Ну, Олимпийские игры. Так, ну еще лучше. Ну, Олимпийские игры это там до сорока, но потом же ты не сможешь быть спортсменом, потом тренером, понятно. Но зачем ты как человек? Ну, вот сначала выучиться. Ну да. Ну, имеется в виду как человек. Вот что ты хочешь успеть сделать в этой жизни? Спорт это супер. Спорт это для тела. А я имею в виду для души. Для души что ты делаешь? Для души, да. Играю в футбол, общаюсь с людьми, помогаю родителям. Супер. То есть, это помощь родителям. Ты ощущал это ощущение счастья, которое ты испытываешь, когда ты что-то отдаешь близким? Да. И понимаешь, в чем парадокс? То есть, люди считают, что счастье это когда что-то для себя, для себя, тяну на себя, то есть, чтобы у меня было. Но вот веды, это вот древние знания, которые изучают, они объясняют, что счастье это когда мы отдаем. Я сегодня показываю книги о духовности, о душе. Ты читаешь книги иногда? Да, но очень редко. Вот, ну супер. Редко, но метко, наверное, держи, как снайпер. Это древняя культура, называется веды. Им пять тысяч лет. Мы их распространяем, я сам в храме живу, просто за пожертвования. То есть, просим людей просто как-то поддержать, чтобы мы дальше могли их печатать, издавать. Вот я сам в храме живу, вот так вот мы эти книги, мы их распространяем, просто чтобы у людей было. Люди жертвуют там, кто-то 20, кто-то 50. Дальше, чтобы мы могли эти книги распространять, печатать, чтобы больше людей соприкоснулось с духовностью, с высшей целью. Вот описывается йога, медитация, реинкарнация. Ну, это убери, почитай. Просто что-то пожертвуй, поддержи, чтобы мы дальше могли это движение, так сказать, расширить, чтобы у всех людей эти книги были. Просто что-то пожертвуй за них, вот, сколько считаешь нужно. Просто хотим, чтобы у людей была возможность соприкоснуться с этим знанием. А ты сам с Киева? Нет. Ну, ответно сразу. В Киеве области. Какая? Харьковская область. Харьковская область. Супер. Супер. Какая тебе нравится из этих книжек? Давайте это. Совершенно просто, совершенно ответы. Ну, супер. Я тебе дам визиточку, вдруг будешь где-то проездом в Киеве. Вот, держи. У нас есть храм. Так что, если что, читай, развивайся. Все, удачи тебе. Бей, вкусно, бей, вкусно. Молодец. Здравствуйте. Вы же студент? Нет, не считай. Закончили уже? Да. Просто, как студент, выглядели такая у вас. Свежие-свежие знания. Я просто в Академии читаю лекции по саморазвитию. Спрашиваю, что у людей сегодня. Чего не хватает людям? Все спешат, бегут куда-то. Да, мне кажется, действительно, многим не хватает со мной развить. Сейчас такой период, что очень большая преграстинация у многих. Согласен. Согласен. Разбил многих. И я скажу даже больше. То есть, цивилизация зашла в определенный философский тупик. Согласен. То есть, мы делаем... Не согласитесь. Да. То есть, мы делаем что-то, делаем, делаем, а если задать вопрос, а зачем? Никто не знает, если это... Понимаете? Никого нет. Все стремятся непонятно к чему. Вопрос в том, что просто забыли. Не то, что не знают, просто забыли. Я сам просто изучаю древние тексты, веды называются. Эти знания, они помогают человеку как раз возобновить и восстановить. То есть, то, в чему мы, по сути, живем. Для чего призначено человеческое тело, в чему его особенность. Задумывались, в чем особенность человеческого тела? Нет. Мы способны наблюдать себя со стороны. То есть, самоанализ, интроспекция. То есть, вот эти все вещи, если мы это все тратим, вот эту способность анализировать наш интеллект, просто на то, чтобы удовлетворять свои животные потребности, еда, солнце, выкупление, самовароны, это просто животная форма жизни. Ну да. И вот человеческая жизнь, она предназначена для того, чтобы постичь себя, но с духовной точки зрения. То есть, сознание, подсознание, душу. Вот мы сегодня показываем книги. Читаешь книги иногда? Да, читаю. Да, это вот древняя культура, ее около 5000 лет. Возьми, посмотри. Она так и называется, веды. И тут как раз описывается потребность души. То есть, если мы пришли к тому, что мы являемся душой, а не телом, то есть для тела нужно что? Поесть, поспать, да? То, что нужно душе? И это так фундаментальный вопрос, который отвечает на понимание, зачем я живу, что я в этом мире ищу, то есть, что люди в этом мире ищут по-настоящему? Ищут счастье. Согласны? Да, согласен. Так а как живу найти? То есть, в чем она заключается? Вот вопрос счастья, мне кажется, для меня их тяжелый вообще, потому что многие меня не чувствуют. Вот эта книга, эта книга, она как раз описывает, она как раз описывает, то есть, разносторонне, как вот это счастье понять, то есть, где, в чем ошибки? То, что мы ищем и то, что есть на самом деле. Я сам правильно живу? И мы эти книги распространяем, чтобы у людей была возможность соприкоснуться, понаблюдать себя внутри, поанализировать, то есть, кто ты, зачем ты живешь, какая твоя потребность, истинная потребность, непотребность тела, не то, что тебе общество навязывает, а кто ты на самом деле. И вот поэтому мы эти книги распространяем просто за пожертвования. То есть, чтобы у людей была у каждого возможность соприкоснуться, почитать. Деньги мы собираем просто, чтобы эти книги переиздавать, печатать, чтобы больше людей соприкоснулось. Поэтому берите, почитайте, просто... Ну, у меня просто нечего падать. Ну, от сердца посмотри, сколько есть там. Ну, типа у меня дальние в кармане, вот, что могу дать. Кадирин в кармане. Ну, и пять длинных, тебе там маленькую просто книжечку для общего развития почитаешь. Как бы, проблемы нету. Тебе как, на украинском или лучше, или на русском? Без разницы. Без разницы. Ну, тогда давай. Украинского выробника, питаем ему. Окей. Да, тут описывается наука о душе. Угу. Вот, тут описывается, как бы, это, как, знаешь, эта книжка, это как бомба, которая сознание так взрывает и очищает. А это как пуля снайперская просто. Да? Одним, да. Ну, все, удачи. Девушка, здравствуйте. Девушка, студентка? Не студентка. Закончили? Не студентка. Да, просто вот людей спрашиваем сегодня, молодых. А что мешали людям улыбаться, как думаете? По-настоящему. То есть, почему, почему, вот, вся такая суета, бегать дня. После чего люди живут? Что ими движет? Такая высшая цель. Есть вообще какая-то высшая цель? А? Ну, а просто проблема в том, что люди просто выживают. Люди не думают. Выживают 10-20 лет. Они даже не думают. А зачем? Зачем мы выживаем? Да. Представляете? Я просто в Академии читаю лекции как раз по саморазвитию. Хотел, чтобы люди имели вот эту высшую цель. Я вот сегодня показываю книги, которые помогают человеку соприкоснуться с чем-то более глубоким, с чем-то внутренним. Потому что счастье нас внутри нас. Не надо никуда бежать. Замечали, да, такое? Да. И мы когда просто что-то хорошее делаем для других, мы уже испытываем счастье. А современное общество говорит просто для себя, для себя, для себя, для себя. И вот мы сегодня показываем книги. Читаете иногда книги? Нет, не читаю. А я вот небольшую покажу. На украинском языке вот как раз у нас есть. Вот здесь посмотрите. Называется «Ходорашлама признания». Просто для общего развития. Посмотрите. То есть эти знания, они написаны были на санскрите. Это древний язык. Вот здесь есть оригинальные тексты. И тут описываются Шилы Прабхаты. То есть есть переводы, комментарии. Это види манта. Манта это мана, это ум. А трай это то, что очищает. То есть здесь описан трансцендентальный метод медитации, йоги. И вот эта книжечка, она является такой руководством подражесного описания. То есть путешествия будут в себя. То есть понять свое внутреннее место, кто вы, зачем вы живете. И вот я сам в храме живу. Я говорю, я в храме живу. И мы эти книги, мы просто начинаем за пожертвования. И кому интересно, да. Берите, почитайте, просто что-то поддержите, пожертвуйте. Ну, просто соберем какие-то пожертвования. Да, можете просто за них пожертвовать. Просто от сердца, сколько читаете нужно. А так можно чем-то? Я не знаю. Ну, я не знаю, там, может быть, 20-30 гривен. Что-то от сердца, по возможности. Сколько можете? Просто там много не надо. Просто мы собираем, чтобы дальше... Да. А то, вы снимаете дальше, да? Ну, это, да. Друг снимает просто, чтобы если я что-то напортачил, чтобы он мне потом сказал, что... Или, что я себя к фанатик веду, или там, слишком, допустим, что-то перегибаю. Как вы догадались? Вы, наверное, очень наблюдательное. Да. Да, знаете, это признак разума. Если человек такой наблюдательный... Да, спасибо большое. Какая вам нравится больше, на украинском или с оригинальными текстами, на русском? С оригинальными текстами. Ну, ой, спасибо большое. Это вот признак разума. Давайте вам еще визиточку дам. Это вот... Да, это наша академия. Вот. Будет желание, там будет возможность... Да, удачи вам. В Чернигове. Встретил красивую женщину. Как я обычно не останавливается. Я просто начал о чем-то рассказывать. Там, делая медитация. Показываю книгу, и она, ладно, присовалась, интересовалась. А потом, в какой-то момент... Ну, ладно, ладно, мне неинтересно. Ну, вы хоть посмотрите, что там, какие-то темы. Она берет книжку, веду, открывает. И там раз тема. Секс и страдания. О, боже. Она говорит, ого, это мне надо. Сколько книжка стоит? Я хочу эту книжку. Я это знаю. Это точно так. Такая история. Взял книжку. И потом, интересно, сегодня тоже самая похожая история произошла. Два парня молодых. Тоже берут книгу. Ну, все интересно, интересно. Не читают, тоже оглавление смотрят. Смотрят, любовный вакуум. Говорят, да, вот это круто. Вот эта девушка, они точно вот этого не понимают. Вот это самое оно. Сколько книжка стоит? Так вот просто веда сама себя распространяет. А шел парень такой молодой, с бородой. Такой медленно идет. Я подхожу к нему так, детская, говорю. Вы похожи на мудреца. Такой смотрит на глаза. Останавливается. Да. Да. Я говорю, да. Он такой, ммм. Можно я закурю. Начинает курить. Мы начинаем общаться. И он, в общем, такой интересующийся. И он, и тут он начинает рассказывать. Он начинает нести. Он как-то там, бог, бог это любовь. Я думаю, ну, сейчас, сейчас начнется. Бог это любовь. Сейчас, сейчас мне расскажут. И как после бога-то любовь, он начинает вести, что на самом деле, это все иллюзия. Ты, я, это иллюзия. Мы едины, ты, я, едины. И я уже думаю, ну все, все, да, все. Надо быстренько кончать его уже. Уже чувствую внутри накипает. И я уже начинаю как-то, как-то уже постаться, прекратить разговоры. Он говорит, ну давай поговорим, давай поговорим. Я говорю, как мне надо бежать. И пытаюсь, пытаюсь от него отделаться уже просто. А он просто держит, держит меня, держит. Я говорю, что делать? В конце концов, он выговорился. Я говорю, ну теперь мне интересно твое мнение. Я думаю, ах ты ж негодяй. Сейчас, как я тебе расскажу про, про личностную природу Господа. Сейчас, как ты узнаешь. Я говорю, Бог, это ли личность. Ты, это личность. Вы индивидуальные личности понимаешь? Он смотрит на меня. Да, я так и знал. Я так и знал. Я сегодня у Господа попросил, я с ним общаюсь. Я попросил, Господь, если я что-то неправильно понимаю, объясни мне. И вот вы сейчас вот с этими книгами. Да, да, спасибо вам большое. Я говорю, денег нету, пойдем в банкомат. Ну ладно, пойдем в банкомат. И что-то общаемся, общаемся, общаемся. Пять, десять минут. Он такой смотрит на меня. А куда мы идем? Я говорю, ну, в банкомат искал. А где здесь банкомат? Я думаю, я просто все время думаю о Боге. И я забыл, что я говорю, ну, это замечательно. А, вот здесь и банкомат. Ну, в общем, нашли банкомат, снял деньги, взял пару книжечек. Вот, очень расстались на хороших отношениях. Там есть еще другие ролики, но я показал вам просто короткие примеры. Те из вас, кто понимают русский, я думаю, что вы больше насладились этим, понимая выражения. Итак, я хотел поделиться этим с вами. Это первое, что пришло мне в голову. Я подумал, что хочу поделиться этим с преданными. Я думаю, что каждый из нас нуждается в такой инъекции вдохновения. Да, то же самое, что было актуально в 70-е годы, по-прежнему актуально сейчас. И это книги Шила Прабхупада. И преданные, которые вдохновлены дать каждому возможность соприкоснуться с Шилой Прабхупадой в форме его книг, даже несмотря на обстоятельства, они найдут способы, чтобы сделать это. Это просто вершина айсберга. Я уверен, что есть много других мест по всему миру. Например, я только что получил письмо от одного духовного брата из Америки, и он вдохновлял 15 центров, преданных 15 центров выходить и находить способы распространять книги во время марафона. И я уверен, так же и в других местах у меня нет непосредственной связи, но вот эта связь у меня есть. Сегодня я получил это сообщение, я хотел поделиться с вами. И если это дает вам какое-то вдохновение, чтобы, по крайней мере, подумать об этом, о каких-то способах, как бы вы могли распространять книги про упады в этом месяце. Как я сказал, в Киеве все преданные приходят в храм, заказывают книги, чтобы дать их своим знакомым, коллегам. Находят разные способы, чтобы улучшить распространение книг шилы про упады в этом месяце. Несомненно, это будет благоприятно для вас и для всех, кто соприкоснется с шилой про упады. Итак, я начну. Сегодня у нас будет короткая лекция по понятным причинам. И сегодня у нас вечером Киртан будет. Киртан начнется в привычное время здесь, на веранде. Поэтому мне надо будет закончить чуть позднее, чем через полчаса. И Киртан будет транслироваться не через Zoom, он будет на YouTube-канале. Это будет лайв-стрим, прямая трансляция на YouTube. Я думаю, канал называется Ниранжна Свами Офишл. Если вы на YouTube наберете Ниранжна Свами Офишл, вы попадете на этот канал. Итак, теперь переходим к Брихат Бхагаватамрите. Ниранжна Свами Офишл Брихат Бхагаватамрита. Том 2, глава 4, текст 108, по-моему, 108. Да, 108. Шри Гопа Кумару Ватша Ти Шам Эта Джишар Вакьяр Ада Ладжа Мамаджани Пасчат Тушаста Тапьян Тар Манно Трипьян Наславатаха Шри Гопа Кумар сказал, «Поначалу слова Вайкунт Хаваси вызывали у меня смущение, но потом я ощутил удовлетворение, хотя на самом деле в глубине сердца у меня по-прежнему оставалась какая-то неудовлетворенность. Комментарий». Мнение первой группы преданных смутили Гопа Кумара. То, что говорили Вайкунт Хаваси, принадлежащие к третьей группе, более-менее удовлетворило мальчика. Ему нестерпимо было слышать, как Вайкунт Хаваси отвергают важность прославления игр Господа в Гакуле. Их речи терзали Его, словно острый шип в сердце. Иногда Ему приходилось даже слышать, как некоторые из них принешают в Раджа Лилу Кришны. И при этом Он не слышал ни единого слова, описывающего те игры, которые были Ему дороже всего. Позже, когда Он услышал от Шри Нарады философские объяснения, затронувшие созвучные струны в Его сердце, Его ум успокоился. Я прочитаю еще пару стихов. Я был в какой-то степени расстроен тем, что не могу лицезреть неповторимый облик, игры и другие качества лотосных стоп, почитаемого мною Господа Шри Гапала. Комментарий. На Байкунтхе Гопа Кумар не мог лицезреть игры Шри Гапала, его неповторимое окружение и атрибуты, не мог видеть его особую доброту и необыкновенные игры с преданными. Но, как на то указывает суффикс «вад», как если бы, разочарование Гопа Кумара было лишь кажущимся. Подлинного разочарования на Байкунтхе нет и быть не может. Текст 110-й. Но затем я увидел в Господе Байкунтхе Натхе с самым возвышенным из всеведущих мудрецов любимого сына Нанды Махараджа. Я увидел, что Лакшми и Дхара — это Радхика и Чиндравали, а личные спутники Господа — это мальчики из Враджа. Комментарий. Стоило уму Гопа Кумара начать выражать недовольство, как видение его тут же поменялось. Он начал воспринимать Господа Нарайяну как Кришну, двух его жен — как главных гопи Враджа, а слуг — как мальчиков-пастушков. Не следует считать, что эта метаморфоза произошла благодаря умственным усилиям самого Гопа Кумара. Все это было устроено Господом Нарайяной, который является лучшим из всеведущих мудрецов Сарвакьяши Романе и Верховным Повелителем Прабху. Поскольку Господь Нарайяна величайший из всеведущих мистиков, ему было известно о беспокойствах, возникших у мальчика в уме. И поскольку все божественные энергии полностью в его распоряжении, ему нетрудно было устроить все так, чтобы Гопа Кумар избавился от тревог. Ом Агьяна Тимаранда Сиагинанжена Шалакхая Нирвашеша саньявари паста чаде сатаране Яи Си Кришна Четанья Прабху Ниттананда Си Адватикадар Хар Сивасири Говар Бактавинда Харикшна 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 Х Последняя лекция в среду была посвящена обсуждению главных целей прихода Господа, а именно удовлетворить самые глубинные желания преданных Господа. Мы прочитали разные ссылки. Одна из них — это лекция Шилапрупады, в которой он говорил о цели прихода Кришны, о том, что цель его прихода не в том, чтобы разобраться с демонами, и не в том, как мы часто думаем, чтобы паритраная саду нам освободить саду, потому что, как объясняет Пропада, саду уже освобожденное. И Пропада подчеркивает, кто такой саду. Саду — это тот, кто целиком занят предным служением и находится вне сферы влияния гун материальной природы. И поскольку саду уже освобождены, цель прихода Кришны в том, чтобы удовлетворить их самые сокровенные желания сердца, потому что они очень сильно хотят увидеть его и очень сильно хотят помнить его. И причина, по которой мы подняли эту тему, это цитата, которая цитировалась в комментарии к прошлому стиху из Падма Пурана, о том, что Господь совершает разные игры просто чтобы доставить удовольствие своим преданным. В сегодняшнем тексте Гопа Кумар говорит, что, когда он услышал первые слова Вайкунтхаваси, вызвали у него сильное смущение. Он был смущен тем фактом, что его описание Господа, как об этом говорит первая группа Вайкунтхаваси, было неподобающим. И, услышав слова последней группы, он почувствовал удовлетворение. Хотя он говорит, что в глубине своего сердца он не был полностью удовлетворен. Он чувствовал себя обескураженным. И, как объясняет Санатана Гасвами в комментарии, слово «вад» означает «как если бы», потому что на Вайкунтхе нет на самом деле никакой боли, никаких страданий, и нет никакого разочарования. И об этом будет говориться в последующих стихах. Нарада Мунин будет также объяснять это. Позже Гопа Кумар услышит от Нарада Муни слова, которые вызовут симпатию в его сердце. И Нарада Мунин объяснит, один из моментов, которые он объяснит, он объяснит, что нет страдания, нет боли. И боль, которую чувствовал Гопа Кумар, на самом деле не была болью. И поэтому используется это слово «как если бы», «как если бы это была боль» или «разочарование». Потому что на Вайкунтхе не может быть. «беспокойство». И если есть, тогда Вайкунтха было бы неправильное название, потому что Вайкунтха означает «место, где нет беспокойств». Разумеется, мы понимаем, и мы уже подчеркивали этот момент, что положение Гопа Кумара, несомненно, уникально. Санат Нагасвами описывает, что Гопа Кумар — это уникальная личность, и все его путешествие было необычным. Конечно, мы уже много раз говорили о цели, которая стояла за этим путешествием. Она заключалась в том, чтобы помочь нам понять, что есть более высокое место. И те, кто удачливы, подобно Браману из Матхуры, чтобы понять существование этого более высокого места и пробудить к нему влечение в сравнении с другими местами, которые посещал Гопа Кумар, конечно, эта личность очень удачлива. Несомненно, это великая удача. И именно в этом намерение автора помочь пробудить это понимание, что даже за пределами Вайкунтхи есть трансцендентное место, все жители которого разделяют друг с другом общие отношения на основе спонтанной преданности. И их знание покрыто под влиянием Йога Майя. На самом деле, я как раз читал комментарии, я сейчас читаю читание Чири Тамриту, и в одном комментарии Прупад объяснял, что Йога Майя не проявляется на Вайкунтхе, она проявляется на Галоке. И то, что она делает на Галоке, она не делает на Вайкунтхе, потому что на Галоке, на Вайкунтхе нет этого покрытия Господа, как понимание, что Господь — это Верховная Личность. Они там не покрыты. И поскольку они не покрыты, то их знания, Айшварья Гьяна и их знания Кришны, как Верховного Господа, которые преобладают на Вайкунтхе и преобладают в Вараке, И, как мы много раз объяснили, все это существует за пределами Вриндавана. Но во Вриндаване это знание покрытое под влиянием Йога Майя. И, конечно, во Вриндаване Йога Майя действует таким образом, как это будет позже объяснено в последующих главах, что... И мы говорили об этом. не просто жители Галлоке, не просто их знания, но даже Божественной природы Кришны покрыты. Но даже понимание Кришны и своей Божественной природы тоже в основном покрыто. И поэтому Йога Майя все это устраивает удивительным образом, чтобы все танцевали прекрасным образом. Господь танцует, преданные Господа танцуют. Все танцуют под влиянием этой спонтанной премы, спонтанной любви. И она удивительным образом устраивает все это для Кришны и Его любящих преданных. Это еще одна уникальная черта Галлоке. Йога Майя покрывает. И это покрытие таково, что забвение Божественной природы Господа существует среди тех, среди всех близких спутников Господа. И так же оно существует у Господа за исключением того случая, когда есть потребность, чтобы она служила какой-то конкретной игре. Если есть необходимость в какой-то конкретной лиле, если нужна эта всезнающая природа, тогда она проявляется. Но в противном случае он на самом деле находится под контролем этих спонтанных любовных отношений. Дружеских, родительских, супружеской любви. Господь настолько покорен этой любовью. И это также освещается в последующих клапах. когда Гопа Кумара описывает, что происходит во Бриндаване, когда Кришна уходит в Матхуру. Снова, снова и снова. Поскольку на Галоке разница между Галокой и Гакулой такова, что в Гакуле игры Господа, когда он покидает Вриндаван и отправляется в Матхуру, они линейные. Но на Галоке они не линейные. Они происходят подобно поднятию Халмагавардхана, убийству Путана. То, что Господь входит в Матхуру, это происходит снова и снова. Бесчисленное количество раз. И Гопа Кумара объясняет все это Браману из Матхуры. И, конечно, слушание этого очень зачаровывает. Если вы услышите, что это происходит бесчисленное множество раз, и как это Путана может убить бесчисленное множество раз, как это Камса может убить бесчисленное множество раз. И, как мы объясняли ранее, на самом деле там есть только разговор о Камсе, а Камса на самом деле не существует там. И Путана не существует там. Там только разговор об их существовании. Кришна покидает Бриндаван, отправляется в Матхуру, возвращается и снова отправляется туда. Это происходит снова и снова. Но что подчеркивает Гопа Кумара? Это происходит много раз, но каждый раз это как будто в первый раз. такова природа Икар Кришны. Кришна отправляется в Матхуру, Он чувствует боль разлуки, и эта боль разлуки она покрывает наслаждение, которое они испытывают в его присутствии. Это боль разлуки. На самом деле она усиливает пометование о нем. И тогда они начинают испытывать все, как будто это во сне происходит. они с Кришной, так же, как когда Кришна покинул Гопи во время танца раса. Кришна прятался в каком-то месте, и Гопи разговаривали с Кришной так, как будто они его видят, потому что они действительно его видели. И они на самом деле общались с ним, обмеливались диалогами. Если вы услышали комментарии Вишуна Чакарвардита Кура и Джива Гасвами, они описывают, что Гопи говорят что-то одно, имея в виду что-то одно, а Кришна отвечает, вот вы это сказали, и Гопи говорят, мы сказали это, потому что мы так видим эту ситуацию, и возникает целый диалог, потому что они испытывают присутствие Кришны в разлуке. И таков их экстаз. Но суть в том, что так же, как жители забывают Галоку, хотя это происходит, на Галоке забывают, это происходит снова, снова и снова. Гопа Кумар объясняет, и Станат Нагасвами объясняет. То же самое происходит для Кришны. Он также забывает. Он забывает свою божественную природу. Он всезнающий, только когда это нужно для определенных игр. И затем он снова покрыт. Но на Байкунте он в основном всезнающий. Поэтому в последнем стихе, который мы прочитали, Гопа Кумар смотрит на Господа Нарайану, сидящего на троне. Он видит там Господа Нарайану. И он видит сады, как мы описывали ранее, а его спутников-охранников, как мы описывали ранее. Но иногда Господь перед Гопа Кумарой принимает облик Мадангапала, и он так выглядит для Гопа Кумара. И Дхарани, и Лакшми, они являются его взору, как Радхарани, Чандравали. и все спутники Господа выглядят как пастушки. И там он видит пастушков с телятами, и временами он видит такой образ. Не всегда, иногда. Почему иногда он видит такое видение Господа? Потому что Господь это Сарвагья Ширамани. Это всеснающий, всепроникающий Господь. Господь в оконке Сарвагья Ширамани. И он знает в точности, что происходит в сердце Гопа Кумара. Гопа Кумара. Как мы ранее говорили, Господь знает, что происходило в сердце Гопа Кумара во время устранствий, до того, как он пришел на Вайкунхе. Но теперь на троне он сидит перед Гопа Кумаром, и он знает в точности, что происходит в его сердце, и почему Гопа Кумар чувствует отчаяние, разочарование некоторое, расстройство. почему он видит Кришну как Мадангопала, он видит Лакшмидарани как Радхарани Чандравали, почему он видит спутников Господа как пастушков, потому что это то, что раскрывает ему Кришна по своей милости. Мы можем думать, о, так замечательно, почему же Кришна не раскроет все в полной мере, не сделать это видение устойчивым. Разумеется, в этом суть всего этого описания. В этом месте такое видение не может быть постоянным, потому что никто больше, никто больше не находится в таком настроении, и его постоянно перетягивают в их настроение, настроение, преобладающее его большинство спутников Господа. И Господь, который постоянно отвечает взаимностью здесь, в этом преобладающем настроении, Он сидит на троне, являет Свои достояния. И так или иначе, это не подобающее место. Это место не соответствует тому, что чувствует Гопа Кумар. не соответствует тому, чего Он хочет. Из-за этого преобладающего настроения на Вайкунхе, настроения жителей Вайкунхи. И как мы уже много раз говорили, они счастливы, они в экстазе, они находятся в полном блаженстве на Вайкунхе. Для них они получили то, чего они хотели. И Кришна дает им то, чего они хотят. Но Гопа Кумар хочет чего-то другого. И как Нарада Муни вскоре ему объяснит, и Санатана Госвами также объяснит. Единственная причина этого разочарования или как если бы он испытывал разочарование, боль, как если бы эти все переживания были там. Это не боль, это не разочарование на самом деле. Но единственная причина, почему это было там, у него такое переживание, чтобы вдохновить Гопа Кумара продолжить свое путешествие, чтобы он отправился в то место, в его родное место, которому он принадлежит, и Господь хочет видеть его там. И кто-то может спросить, а почему бы Господь не устроил бы все на Вайкунхе так, как Гопа Кумар хочет этого? Потому что Гопа Кумар еще больше наслаждается этой любовью на Галоке. Он наслаждается этим еще больше на Галоке, и он хочет этого, хочет, хочет видеть Гопа Кумара на Галоке. На Галоке он является собой, каждый является собой, и Гопа Кумар будет самим собой. собой. И вот это быть самим собой. Это самое совершенное проявление этой спонтанной любви, которую мы раньше описывали. И поэтому стремление Гопа Кумара это не просто что-то, что есть в его сердце, но это то, что он хочет дать Мадан Гопалу. Мадан Гопалу, которого он видел на Байкунхе, похоже, что он этого не принимает здесь. Почему? Почему похоже, что он этого не принимает? Есть для этого причина. Похоже, он этого не принимает, потому что он хочет, чтобы Гопа Кумар продолжал и был с ним там, где он может больше всего насладиться этим отношением, которое Гопа Кумар хочет иметь с Господом. Поэтому он Сарвакьяши Романи. Он Всеведущий Верховный Господь. Он знает все, что происходит в сердце Гопа Кумара, но он также готовит его для его дальнейшего путешествия и усиливает жажду Гопа Кумара, что и является по сути необходимой квалификацией. квалификацией, которая необходима. Это пробудить жажду. Прабхата часто подчеркивал этот момент о природе этой жажды. Да, Кришна говорит в Бхагавадгите «Брама Будда Прасанатма» на Шочите, на Кангшите, что самоводовлетворенная Личность Прасанатма, у Него нет никаких стремлений, никакой скорби. Да, у Него нет материальных стремлений. Но у Вайшнавов есть стремление. И к чему стремится Вайшнав? Он стремится удовлетворить Господа. И Господь в максимальной степени удовлетворен. Он наиболее удовлетворен спонтанным предным служением. Это удовлетворяет его в максимальной степени. Как описывается в читании чаритамрите. Это забирает его ум от почтительных гимнов вед. Просто когда он слышит, как его отчитывают гопи. И во многих отношениях он не может сохранять свой фокус. Когда те, кто служат ему в спонтанной любви, привлекают его, и его внимание направляется к ним. Итак, как он одновременно может сохранять свой фокус внимания? На Байкундхе он может это делать, как мы уже объясняли, поскольку он Сарвагьяши Романи. А на Голоке он тоже делает это, как мы объясняли, на основе того, что пишет Вишванат Чакраварди в Рагабарда Мачандрике. Верховный Господь и его игры одновременно мукта сбивающий он сбит с толку, и также он всеведущий, когда ему нужно это. Когда ему нужно это, он всезнающий. Такова его природа. таковы непостижимые игры Господа. Итак, такова наша вечерняя лекция. У меня нет времени на джабу, я заменил ее сегодня просмотром видео, которое я показал вам. И я должен подготовиться. Нет, у меня есть пять минут. У меня есть пять минут. Я думаю, что кто-то другой все устроит для Киртана. Я надеюсь, что мне ничего не надо будет делать для этого. На этом мы закончим и продолжим вечером в понедельник со 111 текста. Ча-и-си-кришна-чей-tanya-prabhu-nith-ananda си-вэй-та-тхар-си-vа-си-di-go-ra-vat-tha-vind-a. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama Rama, Rama, Rama So I will end here Something I just wanted to add Very short point I said before That That Krishna was very anxious For Gopakumar To be in that place where he could be himself But actually I'm more Better way to present it So he could be the most complete form of himself Because Krishna is himself wherever he is But he's the most complete form of himself In Goloka And that most complete form of himself Is displayed Amongst his most confidential devotees Just as we I think I alluded to once before Of what happened I believe it was in Dvorka When Gopakumara When the Lord asked Gopakumara Where he was from And Gopakumara told him where he was from And then when the Lord Took the flute From Gopakumara's hands And began looking at the flute And Uddhava Was looking at the Lord He was starting to And Uddhava's Worried He was concerned That the Lord He had to He had to bring the Lord back So he wouldn't Everybody else was around him Gopakumara Shvaksena was there Others were there Present beside him And they would all wonder What's happening So he had to distract the Lord From the flute And therefore the Lord Couldn't be the most Complete form of himself There But the most complete form of himself Is always Displayed In Goloka In his most complete form As The reservoir of all rasa Enjoying with all his devotees And Gopakumara Was hankering to please the Lord In this way And the Lord was very eager To accept that service So Just a little bit A little more detailed explanation Of being himself So we'll end here And Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda She had way to get out Hare Shiva Siddhi Gaurda Bhaktivinda Is everyone silenced? Uh huh I think you can unsilence yourself now Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Рама, Рама, ради, ради All Glories to Srila Prabhupada Hare Krishna